Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины новая история стран Европы и Америки. Мы с вами изучили первый блок или модуль нашего курса под названием Англия в новое время, английская буржуазная революция, промышленный переворот в Англии. И сегодня мы переходим ко второму модулю, который называется США и страны Латинской Америки в новое время. На лекцию по этому модулю у нас выделено с вами 3 часа. Итак, давайте посмотрим, какой план нашей сегодняшней лекции. Первый вопрос, который мы рассмотрим, североамериканские колонии Англии к началу нового времени. Второй вопрос, возникновение американской идеологии, американское просвещение. Третий вопрос, война за независимость и образование Соединенных Штатов Америки. И четвертый вопрос, если у нас хватит времени, это Конституция 1787 года и президентство Джорджа Вашингтона. Остальные вопросы мы рассмотрим на второй и третьей лекции по этой теме. Итак, у нас с вами цель нашей сегодняшней лекции, это рассмотреть положение североамериканских колоний Англии к началу нового времени и посмотреть за развитием, как жили эти колонии в новое время и почему они отделились от своей метрополии и провозгласили образование независимого государства Соединенных Штатов Америки. Давайте посмотрим вместе с вами на карту североамериканских колоний Англии. Итак, вот перед нами карта. Как вы видите, вот это Атлантическое побережье, Атлантический океан. Вот у нас полуостров Флорида, он в то время принадлежал Испании. Вот эта территория в центре континента и выходя на мексиканскому заливу, территория называлась Луизианы в честь французского короля Людовика или Луи Гипплин, принадлежала Франции. Затем в середине, во второй половине 18 века эта территория будет уступлена Франции и Соединенным Штатам по Парижскому мирному договору. И это вот эта территория. А значительная часть будет раньше еще куплена у Наполеона Бонапарта в самом начале 19 века. Итак, вот перед нами цифры. Один, два, три, четыре и так далее до цифры 13. Итак, всего за океаном, вот здесь вот, значит, на Атлантическом или Восточном побережье Северной Америки постепенно образовались 13 северо-американских колоний по Англии. Пожалуй, первой из них была колония Вирджиния. Дело в том, что в 1606 году английские купцы основали Вирджинскую торговую компанию. Вот она, колония Вирджиния. Она была самая крупная и по территории, и по учащенности населения. Самая густонаселенная и самая крупная колония Вирджиния. Где-то вот здесь вот было основано поселение Джеймстаун. Вот первые 120 колонистов из Англии прибыли сюда на трех кораблях и основали поселение Джеймстаун. В честь короля Джеймса или Якова, да? И прибывший сюда же капитан Джон Смит, он назвал вот эту территорию Новой Англии. Еще одна очень крупно известная колония, это колония Массачусетс. Вот она у нас под номером один. И крупнейший город этой колонии, город Бостон. Сама колония Массачусетс или колония Массачусетского залива, как она поначалу называлась, была основана в 1629 году, а год основания Бостона 1630. Вот между этими первыми датами, 1607 год основания Джеймстауна и 1630, произошло еще одно очень важное событие. В 1620 году в Америку прибыли первые пуритане. На корабле в знаменитом Майфлауэр, майский цветок, прибыли первые пересиденцы. Это англичане-пуритане, сепаратисты, которые в свое время в 1608 году бежали от преследований из Англии. Сначала в Голландию, а потом из Голландии в 1620 году переселились сюда за океан. Они здесь основали поселение Плимут, около Плимутской скалы, Плимут-Рог. А за год до этого, в 1619 году, впервые в Северную Америку были завезены чернокожие рабы. Сейчас местные, сейчас американские историки считают эту дату одной из важнейших. В свете, видимо, последних событий, связанных с расовыми этническими меньшинствами в США, сейчас эта дата, 1619 год, считается одной из важнейших в американской истории. Первые чернокожие рабы, повторюсь, прибыли сюда, в североамериканские колонии Англии. А затем постепенно, так сказать, вот это побережье осваивалось. В 1632 году была основана колония Мэриленд, вот она цифра 9, названная в честь королевы Марии Стюарт. Затем, в 1636 году была основана колония Рот-Айленд, это очень маленькая колония, вот она под номером 3. Энн-Хэтчисон и так далее основали эту колонию. В 1639 году была основана колония Коннектикут. Вот здесь вот Коннектикут. Вот в этом штате мне довелось прожить целый год во время одной своих поездок в Америку. В 1662 году были основаны колонии Каролина, вот эта вот Каролина, в честь короля Карла II Стюарта. Поначалу колония называлась Каролины, потом была поделена на две Каролины, да? Северная Каролина и Южная Каролина. В 1664 году была основана колония Нью-Йорк. Вот она колония Нью-Йорк, и вот она выходит здесь к побережью, и здесь расположен, видите, на Манхэттене, расположен город Нью-Йорк, который был основан вообще-то голландскими переселянцами поначалу. И до Нью-Йорка он носил название Нью-Амстердам, то есть он назывался Новый Амстердам. Затем эта колония капитулировала перед английской эскадрой, и король подарил ее своему родственнику, герцогу Йоркскому, и она получила название Нью-Йорк, Новый Йорк. И в 1681 году была основана тоже одна из важнейших, крупнейших колоний Северной Америки английских, это Пенсильвания. Вот она эта колония, Питтсбург, крупнейший город Пенсильвании, и Филадельфия. Филадельфия это будущая первая столица США. Пенсильвания вместе с Вирджинией, Нью-Йорком, Массачусеттом, это одни из самых крупнейших и густонаселенных североамериканских колоний Англии. Итак, история основания колонии Пенсильвания, она очень интересная. Дело в том, что ее основал Квакер, то есть сторонник одного из пуританских религиозных течений, Уильям Пенн. Видите, его имя есть в названии, Пенсильвания, да? А Сильва это по-латыни лес, то есть это очень лесистая, зеленая такая территория, с очень красивыми пейзажами, с очень чистым воздухом. И вот эта колония досталась Уильяму Пенну следующим образом. Когда в 1670 году умер его отец, адмирал английского флота, очень известная личность, Уильям Пенн вступил в права на следство, и среди бумаг, которые он разбирал, он нашел долговую расписку от короля, то есть король должен был его отцу, очень крупную сумму денег, и когда он предъявил королю эту долговую расписку, у того не было денег рассчитаться сразу с Пенном, и он сказал, что я вместо денег тебе могу дать очень большую территорию в Северной Америке. Уильям Пенн согласился, прибыл сюда и основал город Филадельфия, да? И призвал всех квакеров сюда приезжать, и одно время это была такая квакерская колония, и эти пуритане, квакеры, потом потихонечку стали осваивать вот сюда, вот переселяться на запад, вот здесь вот где-то примерно у нас штат Индиана, вот здесь штат Айова, дальше Небраска, Оклахома и так далее, то есть они стали вот переселяться с востока на запад, вот постепенно сюда, эти чуть южнее Великих Озер, да? Вот, и наконец в 1773 году была основана последняя, 13-я из колоний под названием Джорджия. Таким образом, постепенно, немножко как бы сверху вниз, судя по этой карте, да, вот образовались первые 13 североамериканских колоний Англии. Теперь давайте посмотрим о формировании американской идеологии. Дело в том, что вот эти люди, колонисты, которые здесь поселились, со временем перестали считать себя англичанами, вот, и они стали понимать, что что-то в взаимоотношениях с метрополией не так, да? Они платили большие налоги, значит, они при этом не имеют своего представительства в парламенте. Вот, и вот люди, родившиеся уже здесь вот во втором, в третьем поколении, они уже не были англичанами, они были фактически американцами, вот еще, может быть, не до конца осознавая это, но тем не менее, у среди них появились просветители Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин, Томас Пейн, приехавший из Англии, Джеймс Уоттис, Патрик Генри, которые стали основоположниками именно американской идеологии. Давайте посмотрим вот на этот слайд. Итак, главными создателями американской идеологии были Джефферсон, Франклин, Адамс, Пейн, Уоттис. Вот Джеймс Уоттис был адвокатом из Массачусетса, который стал автором лозунга «Нет налогообложению без представительства», то есть нельзя, да, облагать налогами территорию, которая не представлена, представителей которой нет в английском парламенте, да? И еще один известный вирджинский адвокат Патрик Генри, который на одном из митингов заявил, заявивший «Я больше не гражданин Вирджинии, я американец». Вот впервые, так сказать, да, прозвучала эта фраза «Я американец», то есть вот фактически американская идеология уже проявилась во всей полноте, да? Затем в 1775 году начались боевые действия между бывшими колониями Англии и метрополией. В ходе этой войны, 4 июля 1776 года, в Филадельфии была принята декларация независимости США. Во время ее оглашения звучал колокол свободы, и это новое государство, так сказать, образующееся вот там за океаном, поддержали враги Англии в Европе, Франция и Испания. Испания стала сражаться с англичанами на морях, а Франция прислала очень большой экспозиционный корпус под командой генерала Рошамбо, вот, и тем самым очень сильно помогла американским войскам, только формирующимся, только набирающимся опыта во главе с полковником в отставке гражданского ополчения Джорджем Вашингтоном. Вот французские регулярные войска очень сильно помогли обрести в Соединенных Штатах Америки независимость. Давайте посмотрим на хронологическую таблицу, не пропустили ли мы что-нибудь важное, да? Вот у нас основание Иртинской компании, Форд Джимстаун, первую чернокожие рабы, я уже отмечал в 1619 году, вот Нью Плимут, появление отцов-пилигримов, значит, так называют отцов-основателей, да, первых Куритан в Северной Америке, основание Массачусетси и Бостона, Мэриленд, Рукайленд, Коннектикут, Каролина, основание Нью-Йорка, переименование Нью-Акстердаму в Нью-Йорк, основание Пенсильвании в Лимпианом и основание последней тренадцатой компании Джорджии. И в этом же 1773 году происходит очень важное событие, так называемое бостонское чаепитие, вот, англичане сюда, в бухту Бостона, направили корабли с грузом чая, вот, американцы отказывались этот чай принимать, так сказать, и вообще, чтобы, так сказать, делали прибыль, так сказать, да, на колонистах, вот, они давно уже отказывались от всего, что приходило из Англии, в том плане, что отказывались от гербового сбора, то есть там вышел такой указ, по которому все, что в колониях издавалось в печатном виде, от объявлений до газет и каких-то официальных документов, так сказать, купли-продажи и так далее, все должно было бы облагаться акцизным сбором, такой специальной маркой, чтобы вам специальную марку покупать и на любое печатное издание приклеивать. Так вот, американцы протестовали в газетах, там не должна была быть марка, там печатали изображение черепа искрещенных костей и так далее, в общем-то, вот, и, безусловно, американцы начали уже бойкотировать английские товары, и вот, передевшись индейцами, магавками, значит, бостонцы выбросили этот груз чая в воду, и это вошло в историю, как бостонское чаепитие. Затем, в 1974 году, в Филдельфе был создан первый Коиндитальный Конгресс представителей колоний, он еще не решился на войну, но пока объявил о бойкоте английских товаров окончательно, и вот, 19 апреля, битвой у Конкорда, началась война за независимость США, в ходе этого года открылся второй Коиндитальный Конгресс, Вашингтон был назначен главнокомандующим армией, вот, и, как я уже говорил, была приглашена декорация независимости, да, дальше пошли важнейшие сражения, битвы у Трентона, английская армия Бургойна капитулировала у Саратоги, Франция и Испания уступили в военную стороне США, вот, и последнее крупное сражение войны, 19 октября 1781 года, британский генерал Кронос капитулировал у Йороктауна, и вот завершилась война подписанием мирного договора Саля, Англия признала США. Сейчас я быстренько вас ознакомлю с литературой вопросами для закрепления, и так вот, список литературы, можете сделать скриншот, здесь видите масса интересных источников, и американские историки, и российские, и хрестоматия есть, и вот вам даются вопросы для закрепления, сколько английских колоний было в Северной Америке в новое время, когда в Северной Америке были везены первые чернокожие рабы, когда кем было основано поселение Плимут, какова особенность основания колонии Пенсильвания, и кто из просветителей впервые применил термин «американин».